чем отличается туя колоновидная колумна от туи западная брабант ну в общем то она вид западная что та что это в принципе вида они одного шишки у них одинаковые и ну семечка чуть-чуть разная шишка вот можно видеть тут вот маленькая уже пошла сейчас я покажу на туи колумны вы можете это это у нас туя барабант туя барабант вот 7 лет ей сразу я предвкушаю вопросы что пойдут по сколько им лет этим 7 колоновидной 8 вот там дальше на заднем плате плане стоит колоновидная туя чем же они отличается практически ничем структура в хвои практически одинаковая опять только формой барабант у нас такой конусной формы идет больше конусная форма как у ели то есть она 5-6 метров и там уже в ширину она может до трех метров быть колоновидная же она не такая она может расти 6 метров высоты и в ширине быть метр двадцать метр пятьдесят вот у меня стоят колоновидные но давайте сначала про барабант брабант опять же берут все просят барабант но для чего я не знаю вот честно чтобы она росла лучше что говорят вот когда спрашиваешь человека они говорят она самая самая быстро растет нет я вас разочарую его она не самая быстрая растущая туя самая быстро растущая туя та которую поливают а не та которая решили что она быстро растет кто такое выдумал я конечно же не знаю ну для одиночных посадок она тоже подходит но из нее обычно делают изгороди сажают не так как я примерно два метра друг от друга а на расстоянии на расстоянии 70 сантиметров тогда она пышная изгородь ее режут и из них довольно красивые изгороди получается метровые полтора метровый двухметровый закрывают забор прекрасно все идет если она резаться начинает то шишку она практически не дает но эти у меня посаженные именно для шишки и вот тут не чуть-чуть есть я не знаю вот видно шишка есть чуть-чуть но она сейчас я под пойдем колумбе я покажу брабан вот она стоит а на заднем плане вы можете видеть ту юкала на видно всю я ее вырастил из семян чтобы не было потом вопросов из семян ничего не получается не повторяется форма это все туя западная то есть видовая нет есть сортовая туя колумна есть сортовая туя брабант есть туя холструб которая прекрасно разводится из семян и она очень красивая по сравнению со смарагдом который действительно семян не разводится он разводится больше черенком и я не знаю кто же кто-нибудь если предлагает вам семена смарагда то это увы ну просто мне кажется введение заблуждения потому что из семян смарагд имеет очень такой непристойный вид если его вырастить или же вам дадут семена семена другой туи и так это одно второе семена у них у всех шишки одинаковые что у смарагда что у брабанта что у туи колоновидной колумбе поэтому отличить когда к вам придут семена в практически невозможно вот семена такие же как там ну по себе не семена от шишки а вот по семенам ну чуть-чуть видно чуть-чуть отличаются если колоновидные семена они более такие продолговатые а вот именно брабанта не такие как пузырьки ну очень то я то это очень мне нравится я ее развожу постоянно кстати в нашем интернет-магазине на данный момент идет прием заказов на осень 24 и на весну 25 поэтому успевайте не забывайте заказывать там идет трехлетка это у нас восьмилетка вот смотрите ну 8 8 не соврать 9 может быть лет и сейчас точно не скажу ну довольно хорошая колоновидная туя если вот так в аллейке посадить можно еще ближе то есть еще она будет радовать ну так ну лет лет 10 меня будет радовать потом может быть они сомкнуться а может быть и нет но я думаю навряд ли они будут 6-ти метровые за ними надо будет тоже подслеживать поэтому я чисто склоняюсь ту и колоновидной колумне туя западная она удерживает очень хорошие морозы до минус 45 это спокойно выдерживает неприхотливо сморать почему у меня как бы личное неприятие я почти это в каждом ролике говорю потому что в один прекрасный момент сморак может взять и обгореть вырастить его 10-15 лет потом зима такая трудная и не очень приятная и он просто обгорает не брабант не туя колоновидная колонна это если они прижились то они идут нормально их даже укутывать не надо может быть где-то забросать снегом ну конечно же конечно же приживается туя очень легко и вообще туя любит стоять в воде это одно второе сейчас вот после пересадки мы их посадили примерно три недели назад каждый день они поливаются очень сильно и очень хорошо сморакт еще имеет такое такая структура у нее как было мне очень нравится когда он у него листики изгибается но здесь еще он еще не нарос как бы он молодой я не помню семь лет до ему по-моему он молодой еще но некоторые скажут что это безобразная но формы можно делать любые из него от шаров до я не знаю квадратов потом у меня там тоже удивительная форма есть но мы видели вы видели я там постригал ну и так на вопрос чем они отличаются я наверное ответил прежде всего формой это внизу широкой она идет вот так конусом более конусом а то колонна видная колонна идет колонкой то есть идет она очень хорошо и красиво на этом все уважаемые друзья не забывайте подписываться на канал ставить лайки дизлайки писать комментарии и обязательно перейдите на наш сайт подпишитесь даже просто на наш сайт на рассылку и вы будете постоянно в курсе курсе всех позиций товаров нашего питомника на данный момент еще раз говорю идет прием предварительных заказов поэтому кто хочет к осени иметь то что они задумали посадить пожалуйста переходите и заказывайте потому что через пару месяцев позиции совершенно будут другие на этом все с вами был евгений филимон вы были на канале питомника хойный дворик всем удачи и пока и и и и и и и и и Продолжение следует...